Итак, друзья, мы продолжаем следить за квалификациями на MDL Ченду Мейджор. Юго-Восточная Азия. Третья серия сегодняшнего дня. BoomID против Adroid. Серия важная в первую очередь из-за того, что команда Adroid может занять лидирующую позицию в группе. Вернее, вернуть ее. Вчера они закончили день на первом месте. Сегодня Fnatic за счет победы 2-0 временно это место удерживают. И как минимум, одна победа команде Adroid нужна, чтобы догнать коллектив Fnatic. И затем уже сегодня, в последнем матче дня, эти команды будут выяснять отношения между собой. Keeper of the Light, Naga Siren, Enigma и Bristol Back. Четыре героя у Adroid. Их соперники взяли Shadow Demon, Miran, Kentavra и Phantom Lancer. Phantom Lancer и Naga сверхпопулярны в Азии. Вчера BoomID выиграли у Fnatic. Игру, когда у них был Phantom Lancer. Против этого Phantom Lancer была Naga. И как вы понимаете, да, Phantom Lancer оказался сильнее. Вполне, BoomID хотят повторить это и здесь. Зачем отказываться? Но там не было Enigma, там не было Bristol Back. Там совсем остальные герои были другими. Так что следим, как игра будет протекать здесь. Shadow Demon, Miran, Саппорт и понятно. Хорошая связка. Также Shadow Demon великолепно работает с Kentavra, который пойдет в оффлейн. Осталось добрать какого-то персонажа в центр. Снизу у Adroid есть Carry Naga. Bristol Back оффлейн, судя по всему. Коттл может пойти с ним или с Нагой. Там уж как надо так расставить линии. Ну и Enigma похожа на четверку, судя по всему. Тогда тоже герой в центр нужен. Можно в теории и Bristol Back поставить на центральную линию. А Enigma вообще в оффлейн. Здесь тоже можно покрутить по-разному. Но самый простой вариант это Bristol Back оффлейн. И Enigma, понятное дело, четверка. Совсем скоро, буквально через полчаса, стартуют квалификации в СНГ и Европе. Пятый герой это Ember Spirit. Ну тогда да, именно так все и будет. Ember Spirit в центр. Нужен герой Boom ID туда же. Против Ember Spirit. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Итак, последний пик. Boom ID задумались. Boom ID тоже в таком интересном положении. Они сейчас находятся. Они в данный момент занимают четвертую строчку. У них только два очка получается. Ровно как и у SG Dragons. И равное количество игр у команд. Но Boom ID играет свою последнюю встречу. Драконы будут играть против TJMM и там тоже битва будет не на жизнь, а на смерть, потому что нужно бороться за слоты. В верхнюю сетку уже точно прошли Fnatic, как показывает таблица, точно прошли TNC с группы B. И там параллельно TNC. Да, они GeekFam переиграли со счетом 2-0. GeekFam будут иметь еще один матч в запасе против RR. Там GeekFam тоже будут фаворитами. Там тоже заруба есть за вторую строчку в группе. В общем, накал страстей растет в групповом этапе. Ждем начала карты. Я сейчас посмотрю котировки. Мне теперь прямо интересно, как оно здесь все будет. Если они у меня есть. Они есть. Вернее, только что были и пропали. Вот они. Адроид. Так, так, так. Стоп, котировки. Я вас еще. Вы только что были у меня. Внезапно пропали конкретно на этот матч. Вижу только на... Встречу Адроид Fnatic. Там Fnatic фаворит. Причем с запасом. Вот, Адроид Бум. На карту, вы знаете, коэффициент гораздо ниже на команду Бум. Очень любопытно. 1.68 на то, что Бум возьмут первую карту. И 2.2 на то, что возьмут ее Адроид. Адроид. Я не согласен, если честно, с этим. Потому что Адроид вчера, ну, во-первых, сыграли лучше, чем Бум. Во-вторых, они очень уверенно выигрывали. Это не то, чтобы команда где-то со скрипом за 70 минут одерживала свои победы. Нет, они реально играли лучше своих соперников. Они реально играли круто. Они реально заслужили там. Они катком прокатывались по факту, по своим оппонентам. Там за полчаса некоторые карты заканчивались. Играли очень интересно. Здесь, возможно, да, они не выиграют, но слишком много на них дают, как мне кажется. Ну, ладно, будем смотреть, с чем это связано. Может быть, я чего-то не понимаю. Снизу стрела в Бристалбека. Бристалбек, вы знаете, он и погибнуть может, потому что ловит копье, начинают его просто избивать руками. У Бристалбека не вкачана спина. И, конечно, футбай достается команде Бум. Может быть, поэтому такой низкий коэффициент на них. Буми уже вызвал Эйдолонов. Будет помогать здесь Бристалбеку. Вообще, за счет шадоу-демона Бристалбека можно быстро убивать. Посмотрим, насколько хорошо инвокер на этой карте отыграет инвокер. Квас Векс, очевидно. Еще не было ни разу экзортового инвокера на старте. Как-то он нынче редко появляется. Видимо, считается слабым. Эмберспирит против инвокера. Ну, оба здесь, по идее, должны нормально фармить. Курьер не дождался СМЛ. Он ушел наверх помогать ноге Сирени, которая сражается против Кентавра. Кентавр идет просто отчаянно убивать иллюзии. И пока стоит в одиночку. Трипла снизу. Трипла снизу, которая старается максимально помешать Бристалбеку и максимально хороший старт обеспечить ПЛ. Вообще, Бристалбек, который стоит один, которого так сильно гоняют, на самом деле может сильно в мидгейме просесть, когда не будет должного уровня, когда не будет каких-то базовых вещей. Здесь наверняка какие-то худы будем видеть. Может быть Пайп, может быть Кримсон. В любом случае, что-то против магического урона необходимо. И Пайп здесь выглядит хорошим вариантом. Сверху Кентавр может и потерпеть. Хотя, как терпеть? Он здесь вполне даже выиграть линию способен. Хорошо, Нага, да, допустим, она там стоит против крипов спокойно. То же самое делает и Кентавр. Коттл абсолютно не мешает Кентавру. Нечем мешать. В смысле, Кентавр сам вон пошел гонять СМЛа. А Кент еще и крипов здесь собирает. И лесных, и чужих. Прекрасно себя чувствует. Делает все, что угодно. Ну, а Нага тоже занимается привычными вещами. Сейчас скоро будут вызваны иллюзии очередные. И можно будет еще пачку зафармить. А то и две. Да, вот две пачки подходят. Нага сейчас попробует их своровать, здесь перехватить. Вызовутся иллюзии. И будет простой фарм. Замечательный герой, конечно. Ты на халяву просто бьешь классным нюком, можно сказать. И спокойно режешь крипов. Тебе это стоит 70 маны буквально. Ты две пачки забираешь беспрепятственно. ФБЗ подошел помешать. Надоело ему, что Нага... Так, фрифармит. Разобрался там Кентавр с иллюзиями. Но саму Нагу прогнать не сумел. Она там же и осталась. Ну и Кентавр фармит. Оба уже четвертый левел имеют. Коттл отводы какие-то пытается делать. Тем временем в центре четвертый левел. Эмберспирит четвертый у инвокера. И пока инвокер чуть проигрывает, но совсем немного. Бристалбек 13 крипов уже смог добить. И у Бристалбека тоже дела наладились. Несмотря на то, что старались его здесь гонять толпой втроем. А вот сейчас его попробуют убить. А вот против этого уже сложнее. Спина уже в два вкачана. Но все равно, когда тебя три героя атакуют, тебе сложно. На тебе висит яд. Шесть стаков яда и ты погибаешь. Очень быстро. Кискьюд. Фраг зарабатывает. 2-0. Вторая смерть ББ. И руна не достанется. Здесь маг. Он не угадал. Зато угадал инвокер. Подбирает хосту. Инвокер уже левел повыше имеет. Бумка, кстати, красавчики. Начинают очень классно. По всем параметрам. Я, наверное, тоже. Если просто ставить как-то на дуэль ПЛ и Наги, я бы, наверное, предпочтение все-таки Фантом Лансеру отдал. Но там ведь есть еще Бристалбек с Эмбер Спиритом. С другой же стороны инвокер и Кентавер. То есть абсолютно разного формата персонажей центральной линии и оффлейнеры. Если кэри хоть как-то похоже, то эти товарищи абсолютно разные. А здесь инвокер в соло может убить Эмбер Спирита. Благо Ферри Файер был. Так бы инвокер еще и соло фраг заработал. Ну и сейчас будет регениться. Эмбер не может регениться. Вот так на халяву нужно бегать к Святыне. Терять время. Святыня еще только через пару секунд будет. Плюс здесь руна. Да нет, тут без вариантов. БЗ забирает ее. Команды руны поделили по итогу. Котл ушел вниз помогать Бристалбеку. Потому что понимает, что Кентавра не прогнать. Нага справляется и в одиночку. Вот так за вышками. Между вышками. Иллюзии в три уже вкачаны. Шестой левел у Наги. Потрясающий, конечно, геймплей сейчас у Кентавра и у Наги Сирены. Просто кайфует, наверное. Обычный гринд мобов. С той и другой стороны. Три крипстата в топ-4. Белл очень активно динайд старается. Бристалбек при этом 20. Один грипп имеет в активе. Так, а здесь ловят Нагу, которая, обращу внимание, не тратила скиллпоинт. Левел шестой был получен достаточно давно. И он не стал рептайд максить. Он поддержал скиллпоинт. Как только на него напали, он вкачал слип и просто улетел. С телепорта прожав свой ультимейт. Очень грамотное решение. Далеко не все так делают. Вчера, например, были Наги, которые пока девятый левел не получали, к ультимейту не подходили. Ну а здесь кентавр может себе позволить потанковать вышку. А сейчас добавит себе урон и будет ее пушить. Может быть и так просто будет пушить. Да и так, наверное, хватит. Никто сюда не успевает. Катапульта есть. Вот он, телепорт все-таки от Бристалбека. Не хотят кенту отдавать вышку на халяву, но дэмэдж кентавр получает. И такие куски начинает от Бристалбека отрывать. Бристалбек по левелу гораздо ниже. Кентавр очень рискует. В спину бьет. Ой, как рискует. Ой, как рискует и не убьет. И не убьет. Бок красавчик. Расконтролил здесь идеально. Пассивка работала. Шипами раскидывал. И легко. Разбирается здесь с кентом, который, мягко говоря, погорячился. Вот этой своей погоней еще и Стампид потратил в никуда. Вижу, в чате спрашивали. Первое, второе место. Первое место в группе едет на турнир. Не совсем, по-моему, так. Там ведь по две команды в плей-офф выходят. И по итогу три команды попадают на мейджор. То есть победители полуфиналов попадают на мейджор. Ну и матч, можно сказать, за третье место. Будет сыгран. То есть первое место в группе еще не обеспечивает поездку. Вы всегда, выиграв группу, можете занять четвертое. Как же обидно, да, наверное, будет? Четыре команды выйдет. И одна из них на мажор не попадет. Мне кажется, это максимально расстроит коллектив, который не сумеет добыть путевку. Причем обидно именно не попадать таким командам на первый мажор. Так, попозже дорасскажу, потому что здесь на 7 мэла нападают. Ну нет, не дойдет до него кентавр. Так вот, максимально обидно, потому что первый мажор пропускают ряд коллективов. В том числе очень сильных коллективов. И это шанс зацепиться за очки. Ни один майнер даже близко по количеству дпс-поинтов рядом не стоит. И даже победа на майнере тебе принесет гораздо меньше, чем условное там восьмое место на мейджоре. На которое многие смогут рассчитывать в отсутствии топов. Первый мейджор будет мясным. Ну туда в основном сейчас собираются ехать именно те, кто составы поменяли очень сильно. В СНГ все топы пытаются бороться за слот. В Азии тоже все. Ведь хорошее место на одном лишь мейджоре, даже на самом первом, может обеспечить вам попадание на интернешнл. Да, кто-то начнет играть во второй, например, половине сезона, как OG, которые в том году, мягко говоря, расслабились первые полгода. Зато потом заработали нужные поинты. Они по факту-то на эпицентре только получили нужное количество очков. До этого не было гарантии, что они поедут. Потом поехали, и инт выиграли. Кто-то, возможно, захочет последовать их примеру. Может быть, СМОЖ сделает то же самое в третий раз. Так, здесь инвокер нападает на котла, и котл еле живой. Пытается скрыться в лесу, пытается прогрызть деревья. Хорошо вроде получается. Инвокер не достает, инвокер не убил. ДД. Сверху подбирает Мирана. Так что первый мейджер. Вот представьте, какая-нибудь команда по типу Адроид или Бумайди. Попадает на мейджер. Имеют шансы. Попадают на мейджер, там залетают. Занимают какое-нибудь место, не последнее. И вот уже инт перед глазами. Так, Кентавр уже к Т2 вышке подобрался. У него есть вангвард. Он танкует как может. Здесь иллюзии Наги. Кстати, много урона ФБЗ успел получить. Снизу Эмбер. В погоне Заки с Кьютом. Тот прячет просто Эмбер Спирит. А здесь уже Кентавр. И здесь уже Энигма. И хороший Блэк Холл по двоим. Ну как же маг там не поверил в своего тиммейта. Мог, наверное, спокойно руками вырезать. Там убили все-таки Кискюта. Параллельно погибает Энигма. Можно было и Кентавра, наверное, каким-то образом попробовать продамажить. 3-2 счет становится. Блэк Холл хороший. Но, по-моему, тиммейт не поверил в то, что Блэк Холл вообще будет скастован. Либо будет скастован так круто. 3-2. Давайте посмотрим, что у нас по Нетворсам. А здесь 3, опять же, места в топ-4 у Бумайди. Нападение на котла. Попытка номер 2 от Микота. И Микота со второго раза добьет наконец-то. Да нет, вроде как не должно хватать. Пл с Яшей. Первым слотом купил себе Яшу. Тот же, например, Сэвэдж всегда покупает Диффюжл Блейд первым айтемом. Только потом берет Яшу. Я сомневаюсь, что на Фантом Лансере какой-то... Какой-то из этих предметов дает большое преимущество над другим относительно скорости фарма. Особенно учитывая, что это ПЛ, который может благодаря своей способности быстро передвигаться по карте. Ну и Диффюжл Блейд, наверное, в драке, если вдруг ПЛ нужно подключиться, будет чуть более эффективен. Буми. Играет через Мекку. Есть уже Арканы. Понятно, Грифсы соберет. Бристалбек, в свою очередь, фут планирует брать. Бристалбека все с экономикой очень посредственно. Он пятую строчку снизу занимает. И пока не может найти себя на карте, толком ничего не делает. Здесь кентавр стаки фармит. Вот уже 10 зарядов есть. Можно будет пропушить что-нибудь при надобности. Сверху Мирана. Тоже с Арканами. Тоже Мекку планируют брать. Хотят Бумайди не отставать от соперника по наличию вот этого артефакта. И раз уж там у Энигмы есть, нам тоже необходимо. Мана лишается Нага. Кстати, здесь хороший Виловисп. Пошел Бристалбек просто танковать. Здесь, правда, на стампиде врывается кентавр. Но слип... Есть таки у Наги. Теперь на Бристалбека просто кентавр напал. Но здесь Эмберспирит уже, наверное, опасно вот так просто нападать. Бристалбек. Дальше ФБЗ. Начинает там Бристалстак от него все, что можно. Переключает просто свое внимание на инвокера. Понимает, что его убить гораздо легче. Он сам подставился. И Блэкхолл какой великолепный. По-троимый начинает уничтожать команда Адроид своего соперника. Минус три уже. Может быть, получится убить еще и Мирану или Пэлла. А то и сразу двоих. Пэлл пытается отсюда уйти. Браво, Буми. Какой же красавчик. Байбек от Шадоу Демона. Догнали таки Мирану. Бокс не разобрался. Блестящая игра от Энигмы. Два Блэкхолла пока на... Ну, если первый был на семь из десяти, да? Там просто не всех убили. То здесь десяточка, мне кажется, абсолютно заслуженная будет. Вау. Вот такого не хватало в эти два дня. Буми, конечно, порадовал. Просто подошел вплотную, закастовал Блэкхолл. Мне кажется, Бума и Эти даже не поняли, что произошло. Но было крайне красиво. Классно. Очень классно. Инвокер. Инвокер с Мидасом. Не всегда Инвокера Мидаса нынче собирают. Очень часто этот предмет игнорируют. Особенно если старт хороший здесь. Не сказать, что он был идеальным. У Инвокера... Одно убийство, одна смерть. Ну и Нетфорстакси. КМП просто на иллюзии. Нага с Пантастайлом. У Пэлла тоже есть этот предмет. Но вчера вообще Синхрон нашли. Два игрока на этих героях. И покупали просто одно и то же. Бок. Пошел бить Мирану. Как же ебольно. Лип тратится. Это был последний лип. Сейчас попробуют контратаковать Бока. Стрелу можно давать. Стрелу можно давать. Стрелу не дали. Теперь можно не попасть. Но есть Торнадо. Значит, стрела должна попадать. Да. И Бок погибает. Был он один здесь. Команда вообще в разных частях карты. Даже в теории помочь своему союзнику они не могли. Но в любом случае Бристалбека бьют достаточно долго. Из защитных айтемов у него только Худ. Ну, понятное дело, спина вкачана на максимум. Я к тому, что дальше он может доставить серьезные неудобства. Так, а здесь подставляется инвокер. И два мини-блэкхола получают. Вернее, один мини-блэкхол в виде Вилу Виспа. И настоящий есть у Адроид. Два ультимейта. Которые зачастую не придется использовать, например, вместе. Возможно, хватит только одного. Ну и вообще, для Энигмы здесь есть сразу два героя, которые могут помочь хорошо скастовать Блэкхол. При этом пока что это не понадобилось. Пока Буми прекрасно ультует и без них. А сейчас он купит себе Блинк и будет ультовать еще проще. Бери, прыгай, да нажимай. Казалось бы, что может быть действительно проще? Скастовать Блэкхол. Но почему-то не у всех получается каждую игру это делать. Нападают на Бристалбека. Лишают его маны. Теперь в спину будут бить. Но здесь уже Макс. Здесь уже есть поддержка. Пытаются Бристалбека зафокусить. И до сих пор живет. Там Пайп уже есть. Вот он Слип. Энигма далеко не будет Блэкхолла. Хотя он есть. Поэтому команда просто отступит. Там ПЛ еще недалеко. Используется Святыня. Сейчас мана. ФТП будут у Бока. И можно подраться при желании. Отсутствует разве что Слип из важного. Хотя Веловисп тоже отсутствует. Еще 20 секунд здесь. Котла пробивает очень сильно ПЛ. И затягивает ПЛ. Не жадничает Буми. Он понимает, что и убьют, и засейвят. И все он сделал правильно. Вообще какие вопросы к этой Энигме могут быть? Пока идеально действует. Что касается кастований ультимейта. Бок. Пошел дальше гонять. Больше никого не боится. ПЛ погиб. Здесь немного не те герои, которых ПЛ может просто пойти и на халяву вот так зарезать. Здесь и Коттл может затянуть того. Здесь может и Энигма затянуть. Если вчера, например, был Фантом Лансер против Наги, который просто прыгал и вырезал там условных Рубиков, то здесь несколько другого формата персонажей. Они не будут жадничать свой ультимейт. Будут использовать всегда на него даже на одного. Просто потому, что ПЛ слишком важен. И его смерть, боевую мощь команды Бум Айди понижает процентов на 50, наверное. А Бок планирует брать себе БКБ. Так. Энигма. Где там Виловисп? Вот он ставится. Виловисп. Начинает всех затягивать. И инвокер. Инвокера никто не контролит. В этот момент Билли Шадоу Демона. В этот же момент Нага Сирена живет. У нее есть. Вернее, будет ультимейт через 7 секунд. Выжили все игроки команды Адроид. Их соперники разбегаются. И здесь руны пытаются пособирать Адроид. Маг одну взял. Снизу другую взял. Сверху отдали две. Пять тысяч. Перевес Дайр. Ну, в первую очередь, эти деньги... Понятно. Нага над ПЛом лидирует. Полтри тысячи. Конечно, Энигма. Вообще, саппорты гораздо богаче у Адроид. И если сравнивать героев, да, этих... Тут же не только все. Вот, потому что команда доминирует, зависит. Сами герои по себе гораздо быстрее способны фармить. Энигма фармит быстрее Мираны. Даже несмотря на то, что у Мирана там где-то может большого крепа съесть стрелой. Или Катапульту, например. Энигма просто с Эйдолонами быстрее разбирается. Ей гораздо меньше нужно тратить. И... Понятное дело, Коттл фармит быстрее Шадоу Демона. При этом Коттл... Покупает абсолютно все расходники. Здесь есть уже Радианс у Эмбер Спирита. Тоже классно. Бристалл Бэк. При ВОУЕ вот этот урон незаметно как-то для врага наносят. Просто находясь в файте плюс Эмбер Спирит будет с Радиансом со щитом каким-то жечь. Пять тысяч и ждут наверняка Дроид появления своих двух ультимейтов. Скоро они оба будут. С ними можно будет и подраться. Ну а Бок копит на БКБ. Попробует сейчас Адроид запушить один вышку сверху. Или попробует подраться, потому что по цветы не находишь Шадоу Демона. Быстро с ним справятся. Маг получает стрелу, но продолжения никакого нет. Уже минус один герой у Бум. Они боятся теперь вступать в бой. Тут еще Бок бьет. Верхнюю Т1. И ломает ее. Микота. Очень рискованно стоял. Если бы Буми сейчас чуть выше Миднайт постелил, то могли бы инвокера найти, который сам вылез. Нападение на Энигму. Все пытаются сделать для того, чтобы зафокусить Энигму. Энигма там часть маны теряет, часть ХП теряет. Есть Мека. Они улетают. Они не стали драться. Они не стали рисковать. Они просто разбегаются в разные стороны. Адроид в этом плане молодцы на самом деле. А смысл рисковать? Они и так игру контролируют. Они забирают вышки. Они фармят карту лучше. Они понимают, что в лейте, наверное, у них побольше потенциала. Во-первых, из-за наличия Энигмы. Во-вторых, из-за того, что Эмбер гораздо больше похож на кор-героя, нежели инвокер, например. Главное, чтобы Эмбер сейчас не умирал. Он просто улетает. Инвокер, да, он тоже способен сумасшедшую дэмэджу давать. Прокасты все эти бесконечные. Аганим скоро купит как раз для этого. Но это все равно ненадежно. Этим нужно попасть всем. На Эмбере тебе мало что нужно делать. Ты просто прыгаешь и убиваешь. И драка в центре. Здесь есть Вилла Висп. Убили уже Эмбер Спирита. Дальше прячут Бристлбека. Бристлбека. Попробуют ли зафокусить. Вот. Нет. Тут спокойно вроде как отходит к Т2-вышке. Но пока нет одного героя. Будут пытаться что-то делать дальше. Бумайди. Либо же посчитают, что хватит. 864 единицы золота. С одного лишь Эмбер Спирита. Он третий на карте. Пистолбек. Шаги от БКБ. Можно буквально несколько крипов убить. Монлайт отступает. На ЦУМе. Нет. Никого не увидит. 5-10 счет. Но абсолютно заслуженно, пока дайр ведут. Ведут по деньгам. Ведут практически по всем показателям. Молодцы. И опять же напоминаю про котировки. Гораздо ниже был коэффициент на Бумайди. В рамках этой только карты. 1.6. Там было 2.2. Это примерно. То есть, а Троид были аутсайдерами. Я не знаю. Я изначально сказал, что это слишком странно, потому что Адроид вчера играли лучше, чем Бумайди на порядок. ФБЗ. Ловит его Энигма. Миднайт есть. Ой, как долго здесь будет Кентавр гореть под этим Миднайтом. В свою очередь, Нага очень много урона получает, но почти зафокусили Кентавра, которого прячет Шедоу Демон. Кентавра быстро убили. Как-то его абсолютно не чувствуют. Не сравнить, конечно, выживаемость Бристолбека и Кентавра. И самое главное, что еще одного героя убили. Адроид. Прямо сейчас заходят в Рошпит, понимая, что там минус 2. Байбэк у Кентавра, мы видим, отсутствует. И, судя по всему, Адроид еще и Рошана заберут. Это уже весомый перевес. Например, 10 тысяч плюс Аегис. Маг с Рейденцем. Уже давно. БКБ планирует себе брать. Нага заберет себя Аегис. Бок может сейчас с Маной лишиться. Да, большую часть теряет. У него есть Солоринки, естественно. У него есть талант на Манреген. Он уже практически фуловый. Там еще Энигма с Арканами. И у Энигмы еще и Блокинг Вар скоро будет. Казалось бы, ничего особенного, но при этом важнейшие просто типичные айтемы Энигмы. Нет только одного супер популярного. Это Доминатор. Не стал Буми покупать этот предмет. Он просто купил то, что поможет ему драться по-человечески. У него есть все, чтобы избежать какого-то дизейбла. У него, вернее, будет. У него есть все, чтобы ворваться. У него есть еще и возможность похилить команду, восстановить ману. Что еще вообще для счастья нужно? А здесь нападение на ПЛ. ПЛ нельзя ни в коем случае терять. 13к ведут, а дроид. Вроде не сказать, что какая-то быстрая карта, но при этом всегда в напряжении сидишь и ждешь, когда же мы увидим в очередной раз крутой Блэкхолл. Я думаю, скоро такими темпами. Внешних вышек почти не осталось у Рэйдиант. плюс Аегис есть. а дроид. Просто собраться и пойти в скором времени. Микота. до сих пор не купил себе Аганим. Ну, пора бы уже. Уже почти полчаса позади. Снизу он. Эмбер Спирит. Ну, извините, он уже с БКБ. Здесь Энигма затягивает. И также Вилу Висп ставится. В этот раз Блэкхолл не сказать, что прям супер удачный, но этого хватило, чтобы убить Фантом Лансера. И, возможно, хватит, чтобы убить Кискьюта, если ему собьют телепорт. А ему не успевают сбить телепорт, Фантом Лансер. Я не знаю, возможно, Блэкхолл был не самым крутым в этот раз. Но какая разница? Опять, если умирает ПЛ. Это же не на Шадоу Демона был потрачен Блэкхолл. А Бумайди в очередной раз подставляются под этот Блэкхолл. Вот, а нагоним. Пытается сейчас Адроид как-то в верхнюю линию толкнуть. Там крипы очень далеко. Если уж постепенно забирать что-то, то тогда нужно идти на Т2. При этом желательно теперь дождаться нового Блэкхолла. Здесь у ПЛа есть уже Тараска. 3200. ХП у Наги есть бабочка. И Нага цепляется издалека сеткой Кискьюта. Который прячет себя. Но какая разница тут шансов не было. Еще минус герой. Еще 40 секунд есть. Инвокер на топе. Он вообще не хочет, чтобы в эту сторону смотрели Бумайди. Они не смотрят. Вернее, Адроид не смотрели. Они не смотрят. Они идут по центру. Потому что здесь очень битая вышка. Нага с Бристалбеком разбираются. Подходят крипы. Подходят катапульты. Есть эталоны. И можно ломать Т3. Шадоу Демон выкупится не в состоянии. Торнадо практически ни по кому не попадает. Только по самонам различным. Кентавр вот так просто прыгает, подставляется, теряет половину маны. Ему не особо она нужна. А вот теперь теряет уже много хп. А вот теперь можно попробовать его убить. Нет, нет, там стампид прожимается просто чтобы сбежать. Адроид могут отступить. Им не обязательно драться здесь. Они снесли сторону. Они могут пойти по другой линии. или будет драком. Будет драком. Здесь шадоу демон очень быстро умирает. Параллельно также умирает котл, который успел ультануть. И возможно это позволит убить каким-то образом ПЛа, который постоянно притягивается к этому шару. И вот только сейчас он смог на лоу-граунд спуститься. На него нападает маг, который в БКБ и кентавр его застанет не может. маг переключает свое внимание на In Your Dream теперь уже маг вынужден отступать. А здесь Нага, а здесь Энигма и Буми. И у него только через секунду будет Блэк Холл. Он может успеть. Давай. И он делает все очень красиво, все очень четко, в тайминг идеально попали Адроид. Убивает четверых суммарно. Гудгейм 1-0. Блестящая игра от Буми. Ну, браво. Просто браво. Идеальнейший тайминг. Вот насколько же они все опять рассчитали. Я еще смотрю, что Слип есть, Энигма бежит и понимаю, что квадратик то еще не зеленый, но зеленым он стал через 2 секунды. И Энигма все делает правильно. 1-0. Адроид, будучи аутсайдером этой серии, по мнению БК различных, выигрывают первую карту, догоняют Фнатик по набранным очкам и могут их сейчас обогнать, если выигрывают перерыв и вернемся обязательно ее смотреть.